всем привет и снова с вами марина канал архидушки и мы утром сегодня вам показывала свои новые приобретения и одну из котлеек я вам не показывала сознательно значит что я буду продолжать снимать видео именно про эту котлейку значит вчера вечером когда мы распаковали посылку с мужем все растения были нормальные все растения были здоровые а вот это чудо котлейка просто вывалилась из горшка при изначальном осмотре сразу стало понятно что корни у нее все сгнили вот тут только несколько таких вот этот новый корешочек от этой новой псевдобульбы старые псевдобульбы практически все с нелыми корнями с вечера я ее зачистила почистила как смогла сняла вот чулочки со стволиков потому что они уже были побитые грибком и ее почистила это все сняла ну и слегка зачистила ей резому замочила ее фитоспорине м ночь она просохла и эту котлейку надо обязательно пересадить потому что она была в самом плохом состоянии среди всех растений вот вот как видите вот на чехольчике чехольчик у нее тоже побитый грибком но она заканчивает свое цветение может быть бы она цвела бы еще если бы она не начала подгнивать вот такой вот красивый у нее бардовый цветок был этот цветок даже не распустившийся уже пропадает вот видите что происходит то есть я ее сейчас пересажу и через пару дней конечно вот этот чехол вместе с цветоносом я срежу значит с вечера она постояла фитоспорине утром я ее опрыскала доктор фоли и шкидный киев ну и вот решила ее пересадить для этого взяла самый маленький горшочек который я нашла в своем доме значит на одну треть заполнила керамзитом корней все равно нет керамзит будет служить как дренаж и для устойчивости горшка потому что она не особо мелкая но если посадить еще в меньший горшочек или в этот горшочек без утяжеляющего дренажа она будет просто переворачиваться значит керамзит мы с вами засыпали дальше я положу несколько кусочков угля для дезинфекции вот тут вот я приготовила для нее грунт тут буквально пару веточек старого сухого мха сфагнума крупная кора побитый керамзит кусочки пенопласта ну вот и все никаких особых утяжеляющих грунт ингредиентов сказать я не стала ложить не надо ее хорошо укоренить значит сверху угля я выбираю самое крупное кусочки пары вот так вот сейчас померяем как она тут станет нормально станет она еще что хочу вам сказать судя если вот рассматривать ее то видно что у этой орхидейки это первое ее цветение вот видите ее старые росты вот и по всей видимости вот отсюда она начала свой рост они маленькие сеянцы дальше росты растут лесенкой как всегда на резоме и с каждым новым ростом делается крупнее и крупнее так вот если вы растите свою котлею молодые росты растут меньше предыдущих значит что-то в уходе не так значит надо пересмотреть свой уход потому что новые росты должны быть либо такими же как были старые либо они должны быть крупнее вот так вот чулочки зачищены почищены бульбочки он сморщили стану и понятно корней нет корни знили стакан под попой был померили садить мы будем вот этим вот краем ближе вот этой частью ближе краю горшка потому что она будет вот сюда вот сюда вот здесь мы освободим место подсыпаем еще немножко коры мне надо чтобы резома этой орхидеи находилась над корой я ни в коем случае нельзя засыпать вот так вот на ее и мастели и подсыпаем аккуратно подсыпаем со всех сторон видите снова попадает уголь я люблю добавлять уголь в орхидеи и вот аккуратненько ее вот так вот подсыпаем не закапывая ей резому кореши корешочки вот так вот прикрою и все пусть она мне надо чтобы она хорошо укоренилась не начала гнить этой стороны подсыпаем ей корушки подложим кора для орхидеи котлеи как я понимаю должна быть крупной фракции котлеи по большей части это скальные растения их не корни всегда обдуваются ветрами поэтому должны сделать для нее как можно более воздухопроницаемый грунт вот так вот немножко как бы прикопали естественно моя котлейка в лошке шатается она стоит неустойчиво поэтому мне нужно ее конечно же закрепить вот на ее цветоносе остался вот такой вот вроде как держатель такая вот пленочка я вот сюда заведу держатель и внизу между корнями между камнями попытаюсь его прячься и закрепить вот так вот камни будут держать держатель держатель будет держать мою орхидея как видите корни у нее некоторые корни остались у нее вот на поверхности я не трогаю их не заталкиваю Пусть оно будет так Так вот как есть Есть там корешки, пусть они так вот и будут Единственное, конечно Ну вот что я могу Еще сделать Учитывая, что в горшке грунта Мало Я надеюсь, что корешки будут у нее Все же Расти Ну это временный, как вы понимаете Это временный горшок Это горшок просто потому, что Мне нужно нарастить ей корни Посадить ее В более крупный горшок Будет долго держаться влага Мне этого не нужно Я буду ее поливать Проливом Иногда оставляя Какой-то емкости, чтобы вот так Была воды Чтобы камушки были Влажными, мокрыми И эта влага поднималась Корням Вот единственное, что я Могу еще сделать Это, ну вот сюда Где-то сбоку Вот в районе корней Бросить кусочек мха Сейчас у меня нету Искать я его не пойду Где-то есть дома Но надо искать Вот, брошу кусочек мха Потому что я ее буду Часто опрыскивать по грунту Ну как часто Ну раз в 3-4 дня Я ее буду опрыскивать по грунту Для того, чтобы У резомы появлялись Корешочки Вы видите Что резома у нее находится Практически на коре Она не закопана Ни в коем случае Нельзя ее закапывать Я знаю Многие Наращивают Корни котлеи В сухости Ну Я точно знаю Что я так не смогу У меня рука дрогнет И я буду поливать Поэтому вот Я выбрала для себя Вот такой вот метод посадки Ну а время покажет Правильно я выбрала Или нет Я буду за ней наблюдать А вы Если знаете Что-либо про котлеи Пожалуйста Подсказывайте мне Я полный Профан В этих котлеях Я с ними вместе Пытаюсь Учиться За ними ухаживать Пытаюсь Не навредить им Как я говорила Это Один из самых Моих любимых Видов орхидей Это котлеи Ну вот На этом Наверное Все Это первая Котлейка Которую я Пересадила Из тех котлей Которые Приехали Вчера Пересадила Экстренно И быстро Потому что Еще раз вам говорю Она выпала Из горшка И я увидела Что корни Там Нелые И Кстати Чулочки Вот на ней Все были Побитые Грибком Какая судьба Ее сложится В моем доме Надеюсь Все с ней Будет хорошо Я буду Время от времени В своих Видео Показывать Как развиваются Мои котлеи На этом Все Жду Ваших Комментарий Пишите Пожалуйста Подсказывайте Помогите Мне Подружиться С этим Прекрасным Растением Пока Пока С вами была Марина И канал Орхидушки И мы Показывать 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 Продолжение следует...